Данный обзор ни в коей мере не является ни рекламой, ни антирекламой продукции Impression Electronics. Я просто делюсь своими впечатлениями от использования данного продукта. Impression Electronics – бренд украинской компании Navigator Corporation. Под этим брендом разрабатываются персональные компьютеры, серверы, планшеты, трансформеры, смартфоны. Всем привет! Это мобильные обзоры и сегодня у нас обещанный обзор планшета IMPED P101. Пару дней назад я снимал распаковочку, как всегда вот здесь можете посмотреть. Вот в таком коробочке он к нам приехал. Итак, краткие характеристики. Почитаем с самого коробка, что здесь написано. Планшет работает на базе процессора MT8321. Это четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц на ядро. Экран выполнен по технологии IPS, имеет диагональ 10,1 дюйма и разрешение 1280 на 800 точек. Это чуть больше, чем HD. Память. Оперативная память 2 ГБ, встроенная память 16 ГБ. Кроме того, планшет поддерживает карты памяти microSD до 64 ГБ. Планшет поддерживает работу с двумя сим-картами, Wi-Fi, GPS, работает под управлением операционной системы Android 6.0. Планшет оборудован двумя камерами. Основная 8 Мп и фронтальная 5 Мп. Емкость аккумулятора 8500 мАч. Итак, с характеристиками разобрались. Посмотрим наш планшет немного поближе. Я его уже настроил под себя. Я ним пользовался пару дней. И могу вам рассказать о нем пару слов. Что мне в нем нравится, а что мне в нем не нравится. Сразу небольшой спойлер. Планшет мне в целом понравился. Для тех, кто не хочет смотреть до конца видео. Пара слов о блоке питания, зарядке и о шнуре зарядки синхронизации. Они выполнены уже в стандартном для бренда стиле. Мы видим логотипы производителя. Зарядка уже знакома по предыдущим моделям. На ток 2 А. Из приятной на ощупь пластмассы. Довольно-таки увесистый на вид. Ну, понятно, что это не китайская игрушка, а более-менее качественное устройство. Шнур зарядки синхронизации. Те, кто пользовался продукцией Emprison Electronics, либо же смотрел мои предыдущие обзоры, их продукции, те, конечно же, узнают дизайн этого шнура. Во-первых, логотип производителя. И, во-вторых, тряпичная плетка. Тряпичная плетка, во-первых, она выполняет эстетическую роль, довольно-таки красиво. Во-вторых, довольно-таки приятно за нее браться рукой. Ну, и, в-третьих, это очень хорошая защита. Шнур с такой плеткой проживет гораздо больше по сравнению с обычным шнуром. Инструкция пользователя. Ну, тут без комментариев, на украинском языке. И, как я уже говорил, вот такая вот карточка, такой вот флайер для отправки устройства производителя. Спереди планшета мы видим огромный экран с диагональю 10,1 дюйм, с разрешением 1280 на 800 точек. И фронтальную камеру селфи. Больше спереди мы не видим ничего. Сзади мы видим решуточку музыкального динамика. Производитель, импрессион. Основную камеру на 8 мегапикселей. И вспышку. Сверху мы видим разъем миниджек 3,5 мм. Порт зарядки синхронизации microUSB. Снизу мы не видим ничего. Справа мы не видим ничего. Слева мы видим кнопку включения блокировки, качельку громкости и отверстие микрофона. Вернемся еще раз к задней крышке. Посмотрим на ее верхнюю часть. И видим вот такую вот нишу под ноготь. Засовываем туда ноготь, тянем на себя и открывается. И вот что мы видим под этой крышкой. Место для установки карты памяти и место для установки двух полноразмерных сим-карт. Как я уже говорил, планшет работает под управлением Android версии 6.0. Что очень нравится в этом планшете, производитель традиционно не стал пичкать в планшет массу приложений, которые невозможно удалить и которые никому и даром не нужны. Все приложения, которые здесь установлены, установил я лично сам. В планшете установлена аккумуляторная батарея емкостью 8500 мАч. Емкость довольно-таки немаленькая. Я сегодня утром снял его с зарядки, немного попользовался, посмотрел YouTube, пористал несколько сайтов. И что я могу сказать? Заявленная производителем емкость очень близка к правде. При просмотре видео из YouTube планшет на одном заряде в состоянии прожить около 7-7,5 часов. При просмотре веб-страниц, при работе в офисных приложениях, это время можно увеличить еще примерно на полчаса, может даже на час. Все, конечно же, зависит от яркости подсветки экрана и от силы Wi-Fi сигнала. Для любителей цифр, давайте сейчас запустим приложение Antutu Benchmark и посмотрим, сколько попугаев оно нам нарисует. Субтитры делал DimaTorzok Итак, мы видим результат. Почти 22 тысячи попугаев. По нынешним временам это, можно сказать, довольно-таки средний результат. Еще на пару минут вернемся к производительности. Показания Antutu вы уже видели. Теперь пара слов по ощущениям при работе с планшетом. Интерфейс работает довольно-таки плавно, не тормозит. Если планшет когда и задумывается, это бывает нечасто и ненадолго. Я сейчас запущу свою любимую игру. Вы посмотрите, с какой скоростью идет Dungen Hunter 5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, то есть, как вы сами видите, игра идет довольно-таки нормально, без тормозов и вполне играбельно. Благодаря встроенным 2 ГБ оперативной памяти планшет хорошо работает с многозадачностью. То есть, перезагрузка приложения не происходит. 2 ГБ для этого планшета пока что, в принципе, достаточно. Так, стоит сказать несколько слов о экране. Экран мне понравился. Разрешение выше, чем HD. И углы обзора близки к 180 градусам. То есть, настоящий честный IPS. Звуку немного не хватает низких частот, но в то же время, уровень звука громкость более чем достаточный для комфортной работы, для просмотра видео с YouTube, либо с карты памяти. Пару слов о камерах. Как я уже говорил и как указано на сайте производителя, мы имеем переднюю селфи-камеру с разрешением 5 Мп и заднюю основную камеру с разрешением 8 Мп и со вспышкой. Я сделал несколько фотографий. Качество, конечно, послабее, чем у Apple устройств. Ну, тем не менее, вполне похоже на правдивые 8 Мп. Ну, вот так вот. Есть автофокусировка, есть вспышка и камера довольно-таки неплохая. Мне понравилось. Для планшета данного класса, для планшета данной ценовой категории, камеры довольно-таки хорошие. Итак, подведем итог. Что мне в этом планшете понравилось и для кого этот планшет может быть интересен. Первый плюс этого планшета, это, конечно же, его большая батарея. 8500 мАч. Значение довольно-таки большое. Второй плюс. Это большой и довольно-таки качественный экран диагональю 10,1 дюйма и разрешение выше, чем HD. 1280 на 800 точек. Третье. Это довольно-таки неплохие камеры. Фронтальная и основная. Четвертое. Громкий и хоть и не совсем басистый звук. Ну и пятый плюс этого планшета, это его цена. На момент съемки видео, это 28 декабря 2017 года, цена на планшет составляет 3599 гривен. Ссылка на сайт производителя, как всегда, в описании. Итак, сделаем вывод. Планшет однозначно получился очень интересный. С большой батареей, с хорошим экраном, с качественными камерами, с очень интересной ценой. Для каких целей этот планшет подойдет? Просмотр видео, прослушивание музыки, чтение книг, веб-браузинг. Игра в нетребовательные игры. Кому планшет не подойдет? Фанатам компьютерных игр. Те, которые играют в последние версии игр. Те, которые хвастаются, у кого больше попугаев в Антуту. Ну и любителям запредельной графики. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч. Всех с наступающим Новым Годом. Субтитры сделал DimaTorzok